Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Первый раз мы встречаемся, это прекрасно Павел, давай начнем, наверное, с самой горячей, да, спортивно-хоккейной новости То, что касается Шипачева, мы об этом недавно рассказывали Но я уверен, что многие не знают, что там происходит, а там происходит ого-го чего вообще Да, это главная новость октября Чуть поближе к микрофончику Шипачев, в общем, из всех информационных сводок вытеснил всех российских звезд НХЛ, включая Овечкина и Малкина Очень здорово он играл последние несколько сезонов в КХЛ Был одной из главных звезд нашей лиги, здорово играл на чемпионатах мира Наконец, в 30 лет он решился уехать за океан Никогда он в Северной Америке не играл Он подписал контракт с новичком НХЛ, клубом из Лас-Вегаса Который в этом сезоне тоже дебютирует в НХЛ Причем подписал на очень приличные деньги Двухлетний контракт на общую сумму 9 миллионов долларов И все от него ждали того, что он сможет заиграть и там Но у него не сложилось По нескольким обстоятельствам Его несколько раз отправляли в фарм-клуб Его команда в НХЛ Вегас И все закончилось тем, что он отказался от игры за вторую команду этого Вегаса И в результате его дисквалифицировали Теперь ему придется вернуться в Россию Ну и в общем такая история Мы ждали чего-то от него интересного за океаном Но закончилось довольно печально А чего он так? Ну, получилось как? Что Шипачев, он не знает английский язык Потому что он только в последние годы подумывал о том, что надо поехать за океаном Никогда не учил английский специально И он оказался не готов к новой среде К новой лиге А в самой команде оказались не готовы к нему То есть когда его подписывали Знали, что это очень хороший игрок за океаном Который выступал в Европе Выступал на чемпионатах мира Ждали от него немножко другого У них что-то не сложилось И в результате В этой ситуации как бы виноваты все И команда отчасти И агент хоккеиста И сам Шипачев Все они немножко недоработали И, кстати, Вегас лишился, возможно, хорошего хоккеиста А Шипачев шанса заиграть в НХЛ Я правильно понимаю, личные отношения сложились у них Ну и личные И больше на психологический момент Как бы, да, нежели спортивные Прежде всего психологический Спортивный тоже имеет роль Но Шипачев просто оказался не готов к тому Что за океаном к нему будут относиться Как к обычному игроку А не к звезде, как было здесь И он надеялся, что его сразу поставят В первое звено Что предполагал его большой контракт Обычно в НХЛ человек получает большой контракт Его ставят в первое звено Дают много игрового времени Ему этого не дали Даже шансы, по сути И в результате Ну вот, все закончилось Так плохо То есть, скорее всего, в ближайшие дни Он расторгнет контракт с Вегасом И вернется в Россию А дальше что тогда? Ну, соответственно, он вернется в Россию Подпишет контракт с одним из клубов КХЛ Пока неизвестно Он может оказаться, наверное, в любой стоп-команд Но, наверное, наибольшие шансы на него Имеет ЦСКА в данный момент Слушай, а вот у нас 40 секунд осталось буквально А вообще такие прецеденты были еще, чтобы кто-то так уезжал Вот с таким размахом, да, с такими перспективами А потом раз и вот и не получилось ничего Ну, на самом деле, таких хоккеистов было немного, но были То есть, можно вспомнить какого-нибудь Максима Сушинского Там в нулевые Он был, в общем, 90-й большой звездой из Суперлиги Уехал 26 лет Отыграл небольшую часть сезона И вернулся опять в Россию Где, ну, продолжил быть звездой Там у него не получилось Ну, да, прецеденты были, но не очень много Но в любом случае, пожелаем ему, чтобы здесь у него сложилось все хорошо В этом, собственно, сомнений никаких нет А я напомню, что сегодня у нас в гостях эксперт Заместитель шефа отдела хоккея Издательского дома Спортэкспресс Павел Климовицкий Павел, еще раз здравствуйте Поговорили мы так интересно Про то, как спорт все-таки переплетается С психологией, что иногда недостаточно Каких-то физических данных, да Чтобы пойти дальше по карьерной лестнице Я вот печалюсь уже целую песню по этому поводу Ну, ты сильно не печалюсь, потому что тоже свою психологию испортишь А оно нам не надо Да-да-да Мою психологию надо беречь, да Павел, давай перейдем, наверное, к Евротуру, да Которая у нас впереди Что там происходит, в каком состоянии мы находимся вообще И чего ожидать Да, на следующей неделе пройдет первый этап Евротура в этом сезоне И в отличие от прошлых лет Когда это было, ну, довольно проходным соревнованием Мало кого интересовавшим Ну, честно так, дворя В этом сезоне два этапа, которые будут сейчас в Финляндии на следующей неделе И потом в Москве в декабре Это будут два этапа прямой подготовки нашей сборной к Олимпиаде Почему? Ну, потому что, как известно, инхайловцы В этот раз не приедут на Олимпиаду в Корее Поэтому все игроки из... Ну, не только это касается нашей сборной Это и канадцы, и американцы, и шведы, и чехи Все они будут представлены игроками, которые выступают в Европе Ну, и прежде всего, естественно, нашим чемпионатом КХЛ Поэтому сейчас, по сути, да, генеральная репетиция Вот этот этап и следующий На котором будет определен состав сборной Ну, который мы увидим уже на Олимпиаде Слушай, а на Евротуре кто будет играть там еще? Сейчас уже известно Да, вот в этом году еще изменился формат Евротура Вот, да Обычно всегда играют четыре команды Россия, Чехия, Швеция, Финляндия Ну, это уже очень много лет даже, десятилетий Но в этот раз, в связи с Олимпиадой Формат был немножко изменен И вот, например, на этапе в Финляндии будет играть также сборная Швейцарии И, что самое интересное, будет играть сборная Канады Представленная хоккеистами, которые играют в Европе Ну, там около 15 человек из КХЛ Вообще странная история Канадцы и Евротур Как так получилось? Да, ну, дело в том, что канадцы хотят тоже подготовиться к Олимпиаде У них, как бы, нет возможности Они никогда не играли таким составом, естественно Поскольку всегда на чемпионатах мира, на Олимпиадах играли на Хэлловце У них такой возможности не было наиграть этих хоккеистов Поэтому сейчас они их будут тоже пробовать Они попросили, чтобы их тоже приняли на Евротур в этом году Вот специально на два этих этапа То есть будет шесть команд всего, да? Да, будет шесть команд А это как-то может, глупый вопрос, но тем не менее, все-таки задам Это может повлиять на расстановку сил? Ну, Швейцария тоже команда, да? Вполне себе приличная Но Канада-то вообще может поломать вообще ход всего тура Имеется в виду на Олимпиаде уже Да, 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 да Ну, безусловно, это, конечно, поможет той же Канаде сыграться То есть они вот сейчас сыграют три матча, потом три матча в Москве Потом еще несколько матчей до Олимпиады будет тренировочных, естественно Это ему, ну, очень сильно поможет сыграться, поскольку эти хоккеисты никогда не играли друг с другом А я хотел уточнить, у канадцев, допустим, если брать их в сборную У них не играют НХЛовцы, да? У них не играют... На Евротуре? Не НХЛовцы, не даже АХЛовцы, ну, то есть игроки из второй их лиги Да, да, да В основном это хоккеисты из нашего чемпионата А, вот так И из европейских лиг, из той же Швейцарии, Швеции, Германии Ну, то есть где-то половина, например, хорошие, близкие, родные лица Да, для, ну, болельщиков, которые стреляют за КХЛ, в общем, практически вся сборная будет известна по имени Состоит из родных лиц Павел, вот давай все-таки продолжим ту тему, которую мы затронули буквально несколько минут назад Да, та сборная, которая сейчас будет в Евротуре, это фактически, ну, вот та же самая, да, как та же самая сборная, которая будет уступать на Олимпиаде, правильно? Процентов на 90, я думаю А вот 10% это что, получается? Ну, 10% это всегда есть вероятность травм Есть вероятность, что за два этапа, которые будут в Финляндии и в Москве, ну, кто-то себя не сможет проявить из хоккеистов И Олег Знарок и его тренерский штаб решат поменять их на кого-то еще Ну, я даже, как бы, подозреваю, что, скорее всего, так и случится Ну, не бывает такого, что по ходу дела кто-то не отсеивается, а кто-то не прибавляется из тех хоккеистов из резерва Слушай, а это не опасная штука, извини, не опасная штука, когда вот прям на Олимпиаду вываливают сразу там новых участников, новых игроков, которые очень непонятно как сыграют Нет, ну, как новые участники Ну, условно, конечно, новые Да, в том-то дело, что это довольно условно, поскольку, скорее всего, это люди, которые уже или играли на чемпионатах мира, или играли на тех же Евротурах То есть количество людей, которых, ну, вот за последние несколько лет, что Знарок работает в сборной России, которых он проверил на разных турнирах Ну, их число там, наверное, человек 70-80, я думаю, а на Олимпиаду едет 25 человек То есть, естественно, вот каких-то совсем непроверенных людей там не будет Слушайте, а можно спрогнозировать, кто вот сейчас стоит вот в такой очереди, кто может вылететь и кто на их места претендует? Какие могут произойти замены? Ой, это довольно тяжело сказать до матчей Валерий, даже Знарок не знает этого Ну, мало ли, я вдруг и знал Если бы он знал, он бы сразу выбрал тот состав, который уже поедет на Олимпиаду Но сейчас вот мы посмотрим матчи на следующей неделе, три игры сборной, после них какие-то уже выводы можно будет делать Слушай, ну вопрос такого обычного болельщика, да, хоккейного, почему все-таки НХЛ-то не приедет? По какой причине? Чтобы все знали еще раз Ну, причина как бы довольно банальная Деньги, НХЛ не смогла договориться с Международным Олимпийским комитетом по поводу рекламных, телевизионных прав НХЛ хотела, ну, как бы получить от Олимпиады, как очень большого медийного события, ну, свой кусок пирога, ну, определенный МОК, ну, не захотела делиться настолько, насколько этого хотела НХЛ Поэтому переговоры уперлись, ну, и в результате НХЛ решила, что для них будет невыгодно приостанавливать свой чемпионат на две недели Лучше будет играть дальше, а не отпускать игроков на Олимпиаду Вот так вот Ну, не грусти, Валерий, все будет хорошо Все наше выиграет Я вот так вот, как-то мне тревожно, что как-то там все сложно, понимаете, люди хотели приехать Прямо, вот я помню, Овечкин заявлял, что вот он... Конечно, конечно, это очень грустная история, то есть для и хоккейных болельщиков, и для самих игроков из НХЛ Ну, все очень сильно разочарованы Слушай, ну, на самом деле, такая сложная история, неужели вот, ну, и там хоккей, и здесь хоккей, да, и в этой стране хоккей Неужели они не могут так договориться между собой? Я понимаю, что вопрос банальный слишком, да, дилетантский, но тем не менее Здесь слишком большие деньги на кону, ну, которыми кто-то не захотел делиться Ну, все-таки деньги, вот они перевешивают Цифры, которых мы не произносим И цифры огромные, кстати говоря Слушай, я хотел на секунду, у нас 50 секунд осталось, по поду Шипачеву, да, вернуться Что-то вспомнил, вдруг ты говорил, 9 миллионов, да, он заключил контракт? Да, у него был контракт двухлетний, за каждый год контракт, он получил бы 4,5 миллиона долларов Вот мы, поскольку начали говорить о деньгах, или о деньгах, это большая сумма? Вот там, в той ситуации, в которой он мог, ну, оказался фактически, да? Ну, нет, это, естественно, для человека, который никогда не играл в НХЛ, это очень большой контракт Ну, 4,5 миллиона, ну, то есть, там, например, условный Овечкин получает 9,5 миллионов Но Овечкин это суперзвезда НХЛ, который показал себя там То есть, игрок, ну, такого очень хорошего среднего уровня, ну, 4,5 миллиона зарплата вот для него Нормально, это как средний зарплат А уж для нас тут вообще А мы и не играем с тобой А мы и не играем, кстати, в хоккей Еще раз поприветствуем заместителя шефа отдела хоккей-издательского дома «Спортэкспресс» Павла Климовицкого Все, я исковеркала, потому что у меня волнение внутри Говоря проще Павла Климовицкого, мы прямо сейчас приветствуем Павел, доброе утро И сейчас он нам расскажет ответ на тот вопрос, который нас тревожит буквально с самого утра Да что там с самого утра? Уже несколько, по-моему, месяцев он нас тревожит Такое ощущение, что лет уже Лет, да Допинговые скандалы, что там с ними у нас? Ну да, ситуация сейчас такова, что мы до сих пор точно не знаем, поедет ли сборная России Причем я говорю не о хоккее, а в целом о сборной России Вся олимпийская сборная Да, вся олимпийская сборная По биатлону, лыжам и так далее Ну и хоккейной в том числе На Олимпиаду Потому что допинговые скандалы никуда не делись Вся эта ситуация продолжается И до сих пор не принято официального решения О том, как и будет ли вообще наказана Россия за Сочи-2014 За то, в чем нас обвиняют Подмена допинг-проб Будет ли за это какое-то наказание Ну и существует несколько вариантов, что может произойти То есть самый худший, до которого, конечно, вряд ли дойдет Это отстранение олимпийской сборной всей от Олимпиады Но думаю, что этого не случится Есть позитивный вариант Что никаких санкций не будет Или, ну, чуть менее позитивный Но не сильно ударяющий по нашей сборной Это, возможно, какой-то денежный штраф Или что-то вроде того Но есть еще и промежуточный вариант Про который в последнее время очень много говорится Это то, что наша сборная будет выступать на Олимпиаде Под нейтральным флагом Но это случай абсолютно беспрецедентный И если такое решение будет принято Я думаю, что наша сборная, скорее всего, на Олимпиаду просто не поедет Ну, поскольку это и унижение во многом Ну и вообще представить, вот если мы говорим, например, про хоккей Как будет команда без флага и без гимна выступать Насколько я помню, это даже прописано в самих Олимпийских правилах Такого не может быть Если нам выдадут нейтральный флаг, что делать будет непонятно Слушай, а все-таки это возможно? Вот на самом деле, гипотетически Гипотетический вариант, да Ну, он возможен Мы же видели, как прошлым летом Некоторые наши спортсмены, легкотлеты Выступали под нейтральным флагом на чемпионате мира Здесь абсолютно такая же ситуация Ну, не такая же, но раз уже такой случай был Исключать ничего нельзя, к сожалению Я просто не могу себе представить, если брать Вот о хоккее мы сегодня говорим Да, хоккейная сборная реально мега-звезды мирового уровня Которых знает весь мир, да, уважают и авторитетные люди, да, в своем деле Вообще хоккей это наша хища, наша горда И они выходят без флага родной страны Это, ну, абсурд Ну, я думаю, что до этого не дойдет Если вот так случится То, ну, наша сборная, вот, по крайней мере, хоккейная Просто не поедет на Олимпиаду И КХЛ так же, как НХЛ, например, не будет останавливать свой регулярный чемпионат Мне кажется, самое главное, чтобы, знаешь, не стали, что делать Тянуть до последнего А как они любят это дело, да, потом в последний момент А вот вам, ребята, Макларен, он же плодовитый человек такой достаточно Да, там уже не Макларен, а его последователи работают Да, ну, скорее всего, нам обещали решение, ну, России еще в октябре Октябрь уже заканчивается, его нет И есть подозрение, что до конца года его может не быть И решение будет принято в январе или чуть ли не в первых числах февраля Слушай, а посмотри по времени, там у нас 30 секунд, но успеем быстренько В феврале Олимпиада существует ли какой-то норматив, когда точно должны вынести решение? То есть вы едете, не едете? Либо там нейтральный флот? Ну, обещания есть, нормативов нет То есть они их тоже не выполняют? Ну, получается Все нечестно По сути, да Вот хочется прямо сказать, а нельзя Ну, а что подумал Влад Кутозов, никто не знает, потому что он очень воспитанный Павел, спасибо большое, что ты отвечаешь сегодня на наши вопросы И мы вплотную подобрались к той теме, которая была у нас заявлена с самого утра Слушай, прям секундочку, я хотел напомнить, что, друзья, вы свои вопросы тоже можете задавать Группа ВКонтакте, там есть специальные посты И ватсап, и вайбер, еще раз номер напомним Плюс семь девятьсот девять, девятьсот двадцать восемь, один восемьдесят девять и девять Продолжайте, Валерий, пожалуйста Так вот мы подобрались к самому главному вопросу о составе сборной России Да, Павел, хотелось спросить состав сборной России, да Где у нас слабые места, где у нас сильные места, где плюсы, где минусы, в каком состоянии, в общем, мы находимся вот сейчас Ну, учитывая, что НХЛ не едут на Олимпиаду Если мы говорим просто про наш состав на бумаге Он, ну, самый сильный среди участников турнира Но, разумеется, Олимпиада-турнир краткосрочный Там будет плей-офф, все может решить один матч Поэтому сейчас закидывать все шапками Говорить о том, что мы точно выиграем Уж точно не стоит Конкуренты все Все будет очень непредсказуемо Может выиграть одна из, там, пяти-шести команд То есть, да, мы где-то фаворит, но Такой, не явный Слушай, подожди, я запомнил Ты про Евро говоришь сейчас или про Олимпиаду уже? А, я говорю сейчас про Олимпиаду Поскольку, ну, Евротур, честно говоря Особо никого не интересует, кто там выиграет Тем более, формула турнира очень специфическая Играют шесть команд Причем они играют не все друг с другом А они проводят лишь три матча Поскольку, ну, международный перерыв очень небольшой И поэтому вот мы сыграем из вот этих Наших пяти соперников только с тремя А с двумя, например, вообще не сыграем Ну, здесь турнирная какая-то подоплека В целом отсутствует То есть, главное, наиграть хоккеистов к Олимпиаде А если уже говорить про Олимпиаду То, ну, вот то, что я сказал Мы фавориты, но небольшие Ну, как жаль А кто, слушай, ну, а вот учитывая расстановку сил Вот на сегодняшний день, грубо говоря Там на конец семнадцатого года, да Значит, кто там, ну, первая пятерка реально Которая может претендовать на золото? Ну, Россия Канада, конечно Естественно, все, ну, другие европейские топ-сборные Швеция, Финляндия, Чехия Плюс Канада Несмотря на то, что Они бы могли собрать Ну, наверное, около, не знаю, там Десяти составов Лучше вот этого Из тех хоккеистов, которые играют в Северной Америке Но и Тех хоккеистов, которые играют в Европе Очень приличны И смогут составить нам конкуренцию Где-то чуть-чуть послабее Канадцев-американцев Их не стоит сбраться с счетов Ну, вот еще сборная Швейцарии Это такая совсем темная лошадка Ну, вот я называл семь команд Которые могут претендовать на медали Ну, вот, наверное, пятерка из них Может претендовать именно на золото Мне кажется, американцы, они все равно Они неожиданные какие-то, да, бывают очень часто То есть они могут сыграть так, как никто не ожидал Ну, да, да Могут проиграть совершенно неожиданно И так же выиграть совершенно неожиданно Да, их стоит, наверное, оценивать не как фаворит А тоже вот вместе с Швейцарией Как темную лошадку, скорее Слушай, а хотел спросить еще Вот все-таки отсутствие наших Великолепных НХЛ-овцев Это прям вот очень сильно будет плохо нам от этого? Или... Ну, если говорить про... Ответ не заметит потери бойца Если говорить про интерес к турниру Конечно, это плохо Если говорить просто про шансы сборной России Мы от этого выиграли больше других сборных Поскольку у нас в НХЛ играет 30 человек Ну, так, округлим У Швеции, например, играет 80 человек Вот так вот Да, то есть они потеряли гораздо больше От вот этого решения НХЛ Я уже не говорю про Канаду Ну, там играет несколько сотен Ну, поэтому... Да, мы потеряли, но наши конкуренты От этого потеряли еще больше, чем мы Все к лучшему, понимаешь? Действительно Хорошие слова и правильные Друзья, напомним, Павел Климовицкий У нас в гостях Вернемся к спорту, в частности К хоккей Очень скоро Будьте вместе со Страной ФМ Два мужчины рядом со мной Сегодня в студии Телерадиоканал Страна ФМ Ну, одного вы хорошо знаете Это Влад Кутузов Он каждое утро здесь А вот второй не каждое утро Он на второй раз у нас в гостях С большим удовольствием Представляю вам Заместителя шефа Отдела хоккея Издательского дома Спортэкспресс Павла Климовицкого Уже час он отвечает На все наши вопросы И даже на некоторые ваши И сейчас хочется поговорить О том, о чем еще не говорили В течение часа Вот как ты права, Валерия Мы поговорим уже о сборной О Евро, да О грядущей Олимпиаде Давай поговорим все-таки О чемпионате России По хокке Что там происходит Кто где находится Какие перспективы Сейчас закончилась где-то Половина, наверное Регулярного чемпионата Выделилось 4, наверное Команды Которые реально могут Претендовать на победу В этом сезоне Безусловно Главный фаворит это СК Действующий чемпион КХЛ Который в начале сезона У них была победная серия Из 20 матчей подряд Рекордная в истории Ну их стоит считать Явным фаворитом На данный момент Они и в последних играх Обыграли Другие команды Которые там Претендуют тоже на победу Помимо них ССК Это их основной конкурент Также В этом сезоне Очень сильно выделяется Финский Йокерет И мы вполне можем получить Если не иностранного чемпиона В КХЛ То Ну иностранную команду Которую он, например Может дойти до финала Или до полуфинала У них тоже совсем недавно Была очень длинная победная серия Не такая как Уска Но чуть поменьше 15 побед подряд Тоже очень много Для нашего чемпионата И наконец Четвертая команда Это Акбарс Сейчас сильнейшая команда Из тех Кто играет Восточной конференции Те вот три Которые я назвал Играют на Западе Тоже они могут составить Конкуренцию Этим клубам Вот Наверное Четыре команды А вот ты говоришь Фавориты явные А можно такое Если параллель с футболом Провести Да Все же говорили Что Зенит Чемпион Несмотря на то Что все еще не скоро Закончится А потом раз Локомотив Да Зенит 0-3 Вернее 3-0 Да Проиграл Зенит Неожиданно Да Причем вторую игру подряд По-моему Могут быть в хоккее Такие вот Внезапные Непонятные вещи Конечно Могут быть С одной стороны С другой Разница в том Что в футболе Все решают Ну вот какие-то Отдельные матчи Например Ну Зенит С Локомотив Играют за сезон Два раза Всего А в КХЛ Все будет решаться В ПЛОФ Когда ну например СКА будет играть С ЦСКА С Йокер С Агбарсом Мы не знаем Как получится Будет серия До четырех побед И чтобы Ну вот СКА является Фаворитом Чтобы их превзойти Нужно будет Обыграть их четыре раза Ну то есть вот Смог бы Локомотив Обыграть Зенит В серии до четырех побед Ну вот Я думаю что нет Ну вот о чем и речь Слушайте Ну раз вы провели Такой параллель Я все-таки задам Свой дилетантский вопрос А в чем секрет Почему болельщики Хоккейные Чуть более Мягко говоря Воспитаны Чем болельщики футбольные Ну Не думаю что Как бы прям Среднестатистический Болельщик В нем есть разница Ну Разница в том Что В хоккее Ну вот нету Такой серьезной Фанатской культуры Которая Как в футболе Которая зародилась В девяностых И да Есть у всех Клубов Небольшие Как называют Фанки Но это Ограниченная Группа Болельщиков Ну на хоккей Не принято Буянить Зажигать файры И исторически так сложилось Ну что заканчиваем Потихонечку У нас в гостях Был заместитель Шеф отдела Хоккей Издательского Дома Спортэкспресс Павел Климовицкий Павел Спасибо тебе большое Приходи пожалуйста Еще Рассказывай еще больше Об хоккей И вообще о спорте Друзья Мы с вами прощаемся Всем счастливо До завтра Пока Стране о спорте Лайф